Приветствую друзья, карта Доверпасс это карта которая была специально создана для CSGO версии. На Доверпасс есть, я называю, долгий плент А, на который невозможно быстрая атака ввиду огромной дистанции. Есть быстрый плент Б, где вполне возможен раш террористов, поэтому играть за Дефенс, лучше начинать раунд на Бепленде в 3 или вообще в 4 защитника. Для примера я взял Дефенс от команды Ниндзя в пижамах, которую они показали на СЛА Лиге, старт серии 2 сезона. Напомню, что этот турнир, точнее финальная часть этого турнира проходила в начале сентября 2016 года и в нем участвовало 16 команд, которые были разбиты на 4 группы. Призовой фонд составлял 300 тысяч долларов. Начнем с Бепленда. Опорными игроками здесь являются Гзист и Фрайберг. Гзист отвечает за выход с длины, Фрайберг за Зигу. Их перемещение и их занятые позиции происходят в паре, так что при выходе соперника на ку-либо точку он попадал в перекрестный огонь, либо в крайнем случае ребята друг друга разменивали. То есть Гзист и Фрайберг строят свою игру так, что при атаке соперника был максимально эффективным. Гитрайт является основным хлопующим командой, которая обычно начинает свою игру на Бепленде в районе малых песков или в районе девятки. Если атака идет на А, то он включает пятую передачу и в течение 10 секунд оказывается там. Если это был фейк, правильно, Гитрайт снова включает пятую передачу и устремляется на Б. Если ему не нужно в начале раунда занимать какую-то быструю позицию, то Гитрайт откидывает на длину под Б заготовленную дымовую гранату, которая ложится таким образом, чтобы Гзист мог контролить Смог. То есть одним из элементов защиты является закрытие одной из точек на Бепленде дымовой гранаты. То есть сначала Гитрайт открытывает свой Смог, а далее Гзист его обновляет. И еще один дым на всякий пожарный остается у Фрайберга. Майкел Элли. Основной вопер команды. Большую часть времени играет на А, но может начинать свою игру и на Б, меняясь Гитрайтом. Обычно это раунды с АВП. Может отыгрывать агрессивно, если у него есть хороший респаун, например под миддл. Ну и наконец Форест. Виляет с опорником в точке А. Также может играть агрессивно, выдвигаясь далеко под миддл, но в основном риски его в игре сводятся к минимуму. Так, чтобы он как можно дольше жил и мог принимать атаку на точку. Ниндзи, наверное, как и многие другие команды, пытаются сохранить большую часть своей раскидки именно для приема атаки соперника. Флешки, хаешки, зажигательные гранаты. Первые, кому выпала возможность опробовать такой оверпасс, как вы наверное уже догадались из отрывков, были парни с командой Гатсант. Нипы в этом матче начинали за защиту. И сразу же на пистолетке в четырем отправились на Бепленд, оставив одного Фореста по да. В итоге законтролив все позиции на Бепленде, в том числе и возле андеграунда, и не встретив здесь активный 10 со стороны соперника, Фрайберг сразу же перетягивается на Апленд, взяв под контроль длину. Такая позиционка от Нип позволяла им быстро перетягиваться через андеграунд в спину соперника в том случае, если бомба шла на А. Гатсанты не стали тянуть резину, и сплетуя через длину и туалеты, разменяли Фореста и Фрайберга. Но выйдя на Апленд, переиграли ситуацию, отправившись через туннель и девятку на Апленд. И по мне правильно сделали, потому что Нипы зажимали уже их с двух сторон. Но к сожалению, удержать установленную бомбу Гатсантам так и не удалось. Удачно реализовал свою позицию Гетрайт, сделав в этом раунде в итоге трипл килл. Во втором раунде террористы сделают Форсбай и будут испытывать на прочность уже Апленд, который будет укреплен тремя игроками. Зистом, Фрайбергом и Гетрайтом. Гатсанты часть раунда будут ждать, когда придет дым на длине под Б и начнут раскидывать точку. Именно обилие раскидки служит для низа пижамок сигналом, что возможно это атака, либо фейк. Они в ответ также начинают откидывать гранаты, чтобы как можно сильнее ослабить атаку соперника, а самое главное сбить синхронный выход с разных точек. Все, что в итоге удастся сделать террористам, это один минус и установить бомбу. Они снова будут зажаты с двух сторон. Причем удачно сыграет в андеграунде Майкл Элли, который всегда на эко-раундах или против эко-соперника будет начинать свою игру на дуге. Именно в этой позиции. Если атака идет на Б, он будет сразу пытаться отыгрывать в андеграунде. Вывод из такой неудачной атаки для гатсантов напрашивался один, что атаковать укрепленную тремя игроками точку Б в лоб нет никакого смысла. Это верное сливалово. Подтверждением этих слов будет служить первая оружейка, на которой гатсанты попытаются проделать то же самое. Нельзя пижамах удачной раскидкой закроть зигу, а те террористы, которые будут выходить с длины, будут просто попадать под огонь с разных точек и в худшем случае размениваться. В итоге на табло 4-0. Вторая оружейка. Пронос и компания показали на ней пример того, как нужно делать фейки в атаке. Целых полторы минуты террористы будут двигаться на шифтах, чтобы законтролить им нужную часть карты. И буквально за 20 секунд до окончания раунда, сделав раскидку Апленда, начнут свою атаку на точку Б. Фрайберг Экзист допустит серьезную ошибку. Они почему-то не будут ожидать, что кто-то из гатсентов при таком фейке будет выходить еще из длины. И этим кто-то окажется именно Флюша, который сделает в раунде квадрокилл, да еще и установит бомбу. То есть отыграет как вся команда. В седьмом раунде террористы пытаются быстро пройти через длину пода, зная, что из непов там никто активно не играет. Сначала в туалетах сливается Майкелелли, который не смог заимить выходящего на него Пронокса, а далее Форест, который пытался разменять своего тиммейта. Пришедший на помощь Гетрайт все-таки выравнивает ситуацию в раунде. Но зачем-то позже, видать надеясь на неожиданность, начинает играть агрессивно и сливается. Оставшиеся в живых Фрайберг и Кзист не угадают направление атаки и не смогут выбить установленную бомбу. В итоге счет в матче станет 5-2. Следующий восьмой раунд являлся по сути дела переломным. Взяв его, гонсенты скорее всего брали бы и следующий, так как у ниндзи в пижамах была проблема с экономикой. Ниндзи в свою очередь тоже понимают, что отпускать террористов сейчас ни в коем случае нельзя и закупаются на последние деньги. Хотя и делают это не сразу. Ниндзи попытаются в этом раунде законтрить быстрый проход соперника через длину. Сыграв там паре, Майкл Элли будет отвлекать на себя внимание, а Гетрайт делает минусы. Сначала первый, а затем второй. В итоге заполучив преимущество и подобрав еще один девайс, никто не будет рисковать. Ребята просто отойдут назад в плент и в конце с легкостью смогут принять выходящих на них соперников. В итоге 6-2. Именно после этого счета гонсенты придут в тупик. Их проходы через лон контрятся, точка быстро хелпуется, а сделать еще один раз фейк нет никакого смысла, потому что ниндзик ему будет скорее всего готовый. Гонсенты проиграют первую половину с разглобным счетом 3-12. И так и не смогут подобрать ключик к защите непов на карте до вербасс. Перед вами пример 12-го раунда, в котором Майкл Элли использует свой ближний респаунд под мидл. Сделав там один минус, Майкл Элли вместе с Форестом под его флешку отходит назад в плент. Таким образом заполучив преимущество, спокойно ждут выход соперника. Самое интересное, что гонсенты играют за атаку много раз устанавливали бомбу, но в большинстве случаев удержать ее так и не смогли. То есть ниндзя в пижамах еще и отлично отыгрывали ретейки. Следующий до вербасс ниндзям в пижамах пришлось играть аж четверть в финале против дачан из команды Астралис. Причем до вербасс был третьей по счету картой, то есть решающей. И по игре дачан было видно, что они ознакомились с демкой соперника и примерно предполагают, что нужно делать. Хотя зачем-то уже в пистолетном раунде выходит своя команда на длину под Б, то есть под точку, укрепленную четырьмя игроками соперника, и получают четыре безответных минуса от Майки Лалли и Кзиста, которые используют преимущество юспиков на дистанции. Астралисы скорее всего надеялись, что ниндзя в пижамах будет полностью копировать пистолетный раунд, показанный против гацентов, но этого в итоге не произошло. Как и не произошло серьезной борьбы на этой карте. Дачанам при счете 0-6 пришлось брать тактическую паузу. И хотя они смотрели сильнее, нежели гаценты, и спокойно могли взять 5-6 своих раундов в атаке, но именно в завершающей стадии при ретейках шведы играли увереннее. В итоге в атаке дачане взяли всего лишь три раунда, проиграв встречу с разгромным счетом 6-16. Свой третий до оверпасс ниндзя в пижамах пришлось играть лишь в гранд финале против французско-бельгийского состава из геймерстол. Нипы вели со счетом по картам 1-0. А это значит, что скриму и компании нужно было кровь из носа выигрывать до оверпасс. И нужно отметить, что они отлично подготовили эту карту. Было видно, что ребята из геймерстол изучили демки соперника, игру нипов против гацентов и астралис, и отлично понимали, что шведы делали на карте. Во-первых, ниндзи закрыто играли на бапленде, и почти что во всех оружейных раундах не выходили агрессивно на длину или зигу. Во-вторых, шведы отдавали андеграунд, практически никогда не отыгрывая в нем. Они могли агрессивно сыграть на мидле, но потом по таймингу через некоторое время отходили назад, чекая туалеты и длину. Третьих, гейтрайт хоть и в основном начинал свою игру на бапленде, не всегда находился там. В том случае, если у его команды не было инфы, он просто перемещался между точками А и Б. То есть, у геймерсту была вполне неплохая возможность поймать тайминг и атаковать бапленд всего лишь двумя защитниками – Гзистом и Фрайбергом. Но и самое главное – это, конечно же, стрельба. Шведы своих предыдущих соперников на этой карте просто-напросто перестреливали. На что у французско-бельгийского состава были свои козыри в лице Шокса и Скрима, которые могли спокойно перестреливать ниндзей и зарешать во многих ситуациях. Проблемы у нипов начались уже в первом раунде. Они отдают пистолетку, причем на бапленде, сделав всего лишь два минуса. Во втором раунде против эко-соперника геймерсту используют сплит-атаку на апленд, причем основные силы сосредотачиваются на длине. А Майки Лелли в своей излюбленной позиции сносится просто префайером. К этому моменту ниндзя-пижамок должны были понять, что их игра на доверпассе изучена, и легкой борьбы не получится. Первая ружейка. На ней французско-бельгийский состав пытается сделать быстрый выход с помощью флешек на бапленд, игнорируя смок в трубе, и надеясь на то, что Гитрайт, откидывая этот смок, еще не успел добежать до бапленда и занять нормальные позиции. И хотя задумка изначально была неплохой, она натолкнулась над одно под названием Фрайберг, который перестрелял большую часть команды. Седьмой раунд служит примером того, как нужно правильно выходить на Апленд. Террористы, двигаясь друг за другом в туалете змейкой, пытаются скрыть точку на разменах, и у них это удается. При установленной бомбе в ситуации 2-2, скрим и шокс в итоге не оставляют шансов на выбивание. Восьмой раунд. Прохолдив более минуты, G2 начинает свою атаку на бапленд, в тот момент, когда Гитрайт находится на другой точке. В итоге Гзист и Фрайберг ничего не могут поделать, и Геймерс 2 забирают раунд себе. В общем, французский и бельгийский коллектив смог взять в атаке против шведов на карте Доверт Пасс аж целых 6 раундов. Может быть ребята взяли и больше, если бы неуверенная игра Фореста и отличная реализация ВП от Майки Долли в первой половине. А также Гитрайт смог успешно включить Гитрайта в одном из раундов, зайдя успешно в спину соперника. Геймерс 2 не только хорошо изучили защиту соперника, но и его атаку, так что борьба на этой карте завершилась только на топах, и к сожалению скрим и компания проиграли это противостояние с отсчетом 18-22. В итоге ниндзя в пижамах стали чемпионами, а Форест был признан самым полезным игроком турнира. Кто-то из аналитиков как-то заметил, что демки с игрой команд справедливее всего выкладывать после самих чемпионатов, ведь одной подготовленной карты хватает всего лишь на 1-2 матча, после чего твоя игра начинает спокойно юзаться. Поэтому многие команды оставляют часть заготовок на полуфиналы и финалы, а бывают целые карты, которые на начальных стадиях вычеркивают из маппика. А на этом видео о защите на карте Доверпасс подходит к концу. Ари Ведерчи!